Русское православное собрание Луганщины наградило грамотами тех, кто активно участвовал в сборе гуманитарной помощи. Казакам Хутора Белокаменская, города Москвы, за оказание гуманитарной помощи людям Луганской народной республики. Русское православное собрание Луганщины выражает сердечную признательность. Издательскому дому «Свободная пресса» за оказание гуманитарной помощи людям Луганской народной республики. Они нам привозили гуманитарку и целая, можно сказать, почти газель, полгазели где-то. И вместе они тогда поехали в станицу людям, присутствовали какую-то гуманитарку, снимали репортаж оттуда со станицы Луганской. Так что большое дело для нас сделали, помогли нам. От свободной прессы получать грамоту вышел журналист и писатель Алексей Полубота, который прочитал собравшимся стихотворение собственного сочинения. На жгучих полях Новороссии сошлись они в смертном бою, умылись кровавыми росами за веру и правду свою. Один славянин ополяченный, другой воин светлой Руси. В краине усопьем охваченной пощады теперь не проси. И вот черные пули простреляны, обнялись, как братья они, как бесы над ними пробелеры, ракочут и мечут огни. Вручал грамотный член Союза писателей Украины луганчанин Дмитрий Юткин, который в этот же день презентовал и свою новую книгу «Вопреки всему». Ну, в принципе, под видом жизни этого бомжа я попытался разоблачить в аллигаритском виде ценности именно глобализированного общества, общества потребителей. Когда человек живет только для желудка, для собственного комфорта, для обустройства собственного жилища и больше ни о чем не думает. Выступили на вечере казаки и ополченцы Луганска. Я, как и многие миллионы людей, ну, тысячи наших земляков, именно донбассовцев, жил и работал, воспитывал детей, ходил на работу каждый день. Но в один прекрасный день это все превратилось в какое-то безумие. Начали бомбить наш город. Известная в Новороссии исполнительница романцев Ирина Горелова скрасила вечер своим пением. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ